Обезьяна Ревун — самое громкое существо на планете, её можно услышать за 5 километров. Кто-то пишет, это я, когда мизинцем ударяюсь об тумбочку. Или когда наступаешь на кубик Лего. Или когда мама идёт в рельско собрание. Когда ищешь свой дом в Майнкрафте, потому что забыл, где он. Кто-то пишет, а потом вспомнил, что построил его под землёй. Мне кажется, что если она действительно заслуживает этот титул, то я Миссис Вселенная, даже несмотря на то, что я Денис. Да ладно вам, очень милая женщина. Вон та, которая внизу, я так понимаю, с короной, да? Любительница огорода и борща. Какой уровень сложности выберешь? Лёгкий. Подниматься с пакетом на лифте — нормальный. Подниматься с пакетом по ступенькам — сложный. Пакеты отправить на лифте, а самому быстрее добежать по ступенькам. Кто-то пишет, ультра-кошмар. Побежать по пакету и отправить лифт по лестнице за другим пакетом. Что? Это как вообще представить можно такое? В военной школе, так здорово. Завтра мы будем учить, что делать, если тебя разнесло гранатой. Кто-то пишет, а будут практические занятия. Я неправильно произношу фразу на уроке латыни. Я спрашиваю учителя, правильно ли произнёс? Демон, которого я вызвал. Нет. Учитель демона. Выйди отсюда, разбойник. Пабло Эскобар фоткается на фоне Белого дома, в то время как он является одним из самых разыскиваемых преступников. Кто-то пишет, уровень пофигизма, который я хочу. Вот на чём экономика держится. Если завтра все женщины проснутся и решат, что им нравятся их тела, представьте, какое количество людей сразу потеряют свой бизнес. Кто-то пишет, это ладно, а вот если все мужики проснутся однажды и решат, что они точно больше не бухают, уже через месяц экономика рухнет. Ветераны Майнкрафта смотрят, как ютуберы пугаются звуков пещеры. Кто-то пишет, ветераны Майнкрафта смотрят, как ютуберы играют в Фортнайт. Да, друзья, всем привет, меня зовут Макс. В роликах с вами будут суперкрутые мемасы. А ещё я пишу книжки в жанре фантастика. И продаюсь теперь на Украине. Помимо России, Белоруссии и Казахстана. Все ссылки в описании. Кто хотел приобрести мои книги, чекайте описание. Там всё есть. Житель Петербурга, Англия, стал первым обладателем нового пожизненного приза Британской национальной лотереи. Теперь за четырёхлетний Дин Веймс в течение 30 лет будет получать от организаторов розыгрыша ежемесячной выплаты в размер 10 тысяч фунтов. Около 800 тысяч перешить на рубли. Кто-то пишет, что же он такого сделал в прошлой жизни? Слушайте, это круто. Это получать 30 лет, прикиньте, получать 30 лет по 800 тысяч рублей в месяц. Ничего не делая просто. Месяц, 800, 800, 800, 30 лет так. Только ты ничего не делаешь. Эх, круто. Продам беспроводную мышку. Питание от двух кусочков сыра. Его Величество Мяу. Котэ пишет, мне кажется, коту насрать. В прямом смысле, он сейчас сидит и какает. Какает. Какт. Когда ты пытаешься поговорить с тем, кто тебе нравится. Ну, просто стыдно бывает. Да, как сейчас помню. Как только вообще себе жену нашёл, а? Ну ладно. Воспитывайте детей правильно. Когда мне было четыре, моего отца остановили копы за превышение скорости. И как только они подошли к нашей машине, я как, резаная заорала. Папа, я обкакалась. Они сразу нас отпустили, и стоило нам отъехать, как я сказала бате, что наврала. Чтобы они не выписали ему штраф. Не помню, чтобы он когда-нибудь ещё так угорал. Не всегда хитрожопые дети, это плохо. Четыре года до такого додуматься, да ты просто гениальнейшая бабёха была. Надеюсь, и сейчас есть. Ты должен был бороться со злом. Самсунг выпустили смартфон без разъёма для наушников. И удалили из сети ролики, где высмеивали за это айфон. Ты стал тем, что клялся уничтожить. Чё, серьёзно, в айфоне нет разъёма для наушников? А как там? Беспроводным только можно. Ну ок. Психотерапевт. Корова не будет тебя преследовать и осуждающий смотреть в окно за то, что ты пьёшь молоко. Это всё глупая паранойя. Корова. Ну что, м-м-м пробел Дила. Нравится тебе? Не подавись, тварь. Кто-то пишет, что-то теперь как-то уже не хочется молочка. Я один не понимаю, зачем эти пасечники дерутся вместо того, чтобы делать мёд. Кто-то пишет, выясняют, чьи пчёлы круче. А где магия напустить рой? Мото-сикал. М-м, мото-сикал, ну вы поняли. И мото-какал. Ха-ха-ха. Вот это прикол. Кэп открыл пиццерию. Закрытая пицца. Это могла быть на шестовой кухня. Да, боже, как романтично, да. Только вот кухня какая-то маленькая слишком, по-моему. Хотя, зато компактно всё есть. Плита есть? Это, может, плита посерединке, да, с одной комфоркой или чё это такое? У меня в трейлере в автодоме установлен биотуалет, а горловина для залива химжидкости выходит сбоку машины. Я на крышке наклеил знак А-92, выхожу утром из подъезда, а возле моего авто лежит канистра, шланг воткнут в горловину туалета и вокруг облёванный в радиусе двух метров. Ну, вы поняли. Кто-то хотел слить бензин, пытаясь высосать его ртом, что он потёк, и высосал гаванюху. Чай для гостей, которых не очень рад видеть. Вот, у нас что-то сегодня сортирный юмор. Сортирный ролик я назову это, наверное. Если не забуду. Сынок! Батя! Люди делятся на два типа. Блин, я первый тип, зачем? Там всё вместе, когда ешь вкусно, так в отдельности это хрень какая-то. У всех есть хоть один друг-идиот? Не один. Привет, слушай, я вот не понимаю, как такие высокие люди, как ты, спят по ночам? Одеялка ведь точно не хватает, чтобы укрыться. Ты долбанутая, время 3 часа ночи. И? Чё ты тогда не спишь? Из-за одеялка, да? Ты пишешь, это обычно это друг я. Эту штуку ещё кто-то помнит? Да, как бы недавно только спиннеры крутили. Вы чё, гоните, что ли? Так, быстро время летит? Блин, чем становишься старше, тем ты меньше ощущаешь ход времени. Смесь хаски и петбуля. Это пехаски или хабуля. Как скучно я живу. Объяснительное. Я, Наталья, не каталась на тележке, просто встал на неё, чтобы достать красное ведро с верхней полки, но не удержалась и упал на ней. В результате ведро само отделалось мне на голову, а швабру я схватила по дороге, чтобы тормозить. Эгегей кричала, чтобы предупредить встречных покупателей об опасности. А пустые бутылки из-под коньяка валялись там ещё до меня. Кто-то пишет. Звучит вполне правоподобно. Беря от жизни по максимуму. Белка лифт заказала. А где компот? Да что это за аристокрокод? Аристокрокод. Ну да, типа аристократический комп. Всё правильно. Всё верно. Мужчина был парализован после того, как съел 413 куриных наггетсов. Кто-то пишет. Итак, теперь мы знаем, что лимит 412. Хм, это очень важная информация. То есть 411 я сегодня сожру. Почему, когда пишут достойно заработная плата, не уточняют, что заработная плата достойна слёз, насмешек, осуждения и искреннего сочувствия? Потому что все кругом хитрожопые сволочи. Осталось 3 недели. 7.00, 7.05, 7.10, 7.20. Кто-то пишет. Лол, а я в вторую смену учиться буду. Блин, в вторую смену учиться на самом деле убога. Потому что у тебя вообще времени нет нормального так вот провести как-то. Ну ничего ты не поделаешь. Мне так не нравилось. Просто это было капец. Просто тогда я ещё не был совой. Ну, в смысле совой. Не Алексеем совой, а совой, в смысле, по биоритмам совой. Приём стеклотары. Ежедневно с 9 до 16.00. Кэшбэк-сервис моего детства. Да, мы, кстати, в детстве сдавали, тоже бутылки ходили, я помню. Было прикольно, весело. На мороженое можно было себе наскрести. Сажайте правильно. Если посадить саженец, будет дерево. Если посадить незаконного лесоруба, будет больше на 100 деревьев. Если посадить разрешившего этого чиновника, будет больше на 1000 деревьев. Это пишет. Но посадят всё равно того, кто посадил саженец. Первый день работы пилотом. Я. Диспетчер. Это пилот борта номер 3GO. Р? Ладно. Запрашиваю разрешение на посадку. Диспетчер. Назовите ваши координаты. Я. Прямо сейчас пролетаю мимо облака в форме льва. Диспетчер. Можно поконкретнее? Я. В форме симбы. С таким пилотом и в надёжных руках. Хорошо, что хоть зонт взял. Как проектировали мой дом? По-моему, стены слишком тонкие. Нормальные. Ещё обои будут. И на обоях ещё постеры будут. Вот любимых, как раньше вешали, любимых музыкантов. Сейчас интересные постеры вешаете. Вешайте постеры сегодня себе. Ой, сегодня. Вешайте себе сейчас постеры, ребят, на стены. Там с блогерами. Максимовым. Или с какими-нибудь там группами музыкальными, которые вам нравятся. Или всё, эта мода уже вышла. Из моды. Я пытающийся сделать то же самое неправильное действие, но немного подготовившись. Блин, мне кажется, мышеловка бьёт по позвоночнику крысе мыши, а не по голове. Ну да ладно. Этот кондуктор знает своё дело. Кто-то пишет, за поручни, пожалуй, лучше не держаться. Так может быть, для этого они и нужны, на самом деле, просто мы неправильно ими пользовались. Хотя мы, кто мы-то, мы же не кондукторы с вами. Ну, наши российские кондукторы, ладно. Представьте теперь бабка, весом килограмм, так 120. Так же тоже крадётся аки-человек-паук по потолку. Ну, в общем, представьте, просто представьте это. Кто-то, насколько ты старый? Я. Кто-то пишет, эх, помню, залипал в эту фигню. Это что, Винамп, что ли? А, Windows Media Player. Да это ладно ещё, ещё раньше Винампы были, помните? Если вам меньше 18, не читайте дальше. Нет, я прочитаю, мне больше 18, мне давно уже больше 18, и это... С одной стороны круто, с другой стороны не круто. Дорогие взрослые собратья, ну разве не прекрасна ли овсянка? Кто-то пишет, мне 31, я считаю, что овсянка не прекрасна. Но вот манная каша, овсянка вкусная знаете с чем? Со всякими там ягодами, с яблоками. Вот это прикольно, овсянка. С клубникой, вот бывает. Саня, достал уже, впусти. Если бы у вас была возможность переехать в другую страну абсолютно бесплатно, но с условием, что её название начинается на первую букву вашего имени, то куда бы вы поехали? У меня на выбор Литва, Латвия, Ливия. Кто-то пишет, по паспорту я Георгий, но все друзья называют меня Са-а-ша. Ха-ха-ха. Знакомьтесь, это моя кошка. Сегодня мы отвели её к ветеринару и выяснили, что она не глухая, а просто игнорировала нас все эти годы. Отпусти, я глухой, сволочь! Когда нет разницы, зачем платить больше? Никогда не покупал шаурму в ларьках. Делают дома, получается как настоящее. Даже пару раз отравился. Кто-то пишет. Эта шаурма настолько плохо приготовлена, что даже твой дед её не доест. Нет, старики доедят всё. Мы как-то с вами уже ставили этот вопрос, какого хрена старики, блин, всё подряд могут есть. Неужели мы когда с вами будем старые, тоже так будем делать? Не надо, давайте не будем. Давайте с вами договоримся, если мы будем старые, мы не будем носить всё подряд. Блин, хотя я уже ношу всё подряд. Чёрт. Ладно. И не будем есть всё подряд. Так выглядит 15 минут тишины. Да она просто художник и так видит. Знакомство не задалось. Ставлю сотку на ребедя. Я случайно не порода корги? Мы тут просто собачку хотим купить. Дочка очень хочет ёршеского терьера. Жена предлагает пойти в питомник взять дворняшку. Я не знаю, не знаю. Можно пойти в питомник и спросить, есть ли у них ёршеские терьеры. Короче, завтра, наверное, я заведу себе собачку. Фотки вам скину. У моих бабушки и дедушки есть застеклённый колодец на кухне. Да это уж портал в другой мир. Кто-то пишет, у моего деда тоже был портал в другой мир. Но он старательно прятал эту бутылку от бабушки. Ммм, окей. Брат, с тобой всё в порядке? Брось меня, я не жилец, говорит кот. Пусти, я больше не буду гадить в тапки. Кажется, кому-то привалилось счастье. Сегодня понял, что мне рано заводить детей. Я ещё не готов покупать киндер-суприз и его кому-то отдавать. Чудак, который продолжает делать это с моей квартирой. Если я тебя найду, я надеру твою задницу. Ну, типа, ошибка 44, да, да, квартира не найдена. Очень смешно. Ну, вообще забавно. Псс, намёки понимаешь? Ммм, тебя надо погладить? Или что? Таблетки, которые мне нужны. Мотиватор Верде, пофиген Форте, мотиватор Верде, пофиген Форте. Пиндалин волшебный, антиприонный. Ну, короче, всё понятно. Кто-то пишет, а где можно такое купить? Да сам, распечатай, нарисуй, распечатай, нарисуй. Распечатай, нарисуй. Зачем я повторяюсь? Батя бывает двух типов. Мой папа дальнобойщик. И он бросил на несколько дней свою работу, чтобы приехать домой и поздравить мою сестрёнку с тем, что она перешла во второй класс. Кто-то пишет, я закончил тракурс универа, и вчера батя спросил меня, в какой класс я перехожу. И задумываюсь ли я уже о будущей профессии. Никто вас не будет любить сильнее, чем ваша мамуренька. Берегите мам. Ну, давайте на этой радостной ноте закончим ролик. Спасибо за просмотр. Не забудьте мои книжки оценить. А если вы в Украине живёте, то там прямо они появились. Друзья мои, ссылки в описании. Читайте фантастику. Всем удачи, хорошего настроения. Я вас люблю. Пока-пока.